Одесса, 31 октября 2022 года. Последствия массированных ракетных ударов в первые полные дня по Украине таковы лично для меня, для моего города. Уже есть графики отключений электроэнергии. Они будут проходить каждый день три раза в день по четыре часа. Это все происходит потому, что фашистская путинская Россия планомерно и методично уничтожает энергосистему моей страны. Россия использует воздушное пространство суверенного государства Молдовы для пролета своих ракет, чтобы бить по западным областям Украины. Жители Киевской области могут временно переселить другие районы Украины, если ситуация в энергетическом экономической сфере станет критической. В ближайшее время в Украине будут создаваться публичные бесплатные точки Wi-Fi доступа на случай экстренных и долгосрочных отключений электроэнергии. Для точек доступа будут использоваться аккумуляторы Tesla Powerwall и терминалы Starlink. Сегодня после массированных ракетных ударов УкрЭнерго уведомило, что ранее согласованные графики плановых отключений электричества в Украине аннулированы. Если раньше электричество отключали два раза в день по четыре часа, то сейчас график изменился и электричество будет отключать три раза в день по четыре часа. В Псковской области на аэродроме уничтожены два ударных вертолета К-52 «Эллигатор» и два вертолета этой же марки серьезно повреждены. Стоимость одного вертолета 16 миллионов долларов. Фашистско-ордынские войска сегодня нанесли массированные ракетные удары по территории Украины. Пострадало 10 регионов Украины. Повреждены 18 объектов. В основном это объекты энергетики. В результате сегодняшних ракетных ударов 13 человек получили серьезные ранения. Стоимость сбитых ракет над Украиной 31 октября составляет около 500 миллионов долларов. Эта сумма превосходит два полных бюджета Новосибирска и Екатеринбурга. Жители Киева из-за ракетных ударов остались сегодня без водоснабжения, но его возобновят к вечеру во многих районах города. И напоследок, для поднятия настроения, сегодня Бюро расследований во время обыска на Одесской таможне обнаружило в контейнере вертолет Ми-2. Этот контейнер стоял невскрытым с 2007 года. Можно только себе представить, если там сделать серьезный шмон, что-то можно еще найти. Выражаю слова самой искренней благодарности за ваши добрые, сердечные, дружеские комментарии в поддержку моего замечательного города и моей любимой Родины. Моим дорогим соотечественникам и землякам я желаю мирного неба над головой. Берегите себя, берегите друг друга, всего вам самого наилучшего, самого доброго и даст Бог. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok